Встаёт заря за небосклоном, а за зарёй наш батальон, механик чем-то недоволен, в ремонт машины погружён. Таким бодрым настроем встречает гостей и готовится ко Дню Победы Владимир Лаврентьев. Говорит, эти куплеты сочинили его разведчики-однополчане, переделали шахтёрскую композицию на свой лад. И в свои 96 ветеран Великой Отечественной войны помнит каждое слово любимой и дорогой сердцу песни. Без неё ни дня боевого пути, а он у Владимира Филипповича длинный. В 41-м копал окопы на Самбекских высотах, в 43-м стал разведчиком, воевал на 2-м Украинском и Забайкальском фронтах. Освобождал Румынию, Венгрию, Австрию, Чехословакию. Четыре раза был ранен. Победу встретил в Праге. Хотел уже демобилизоваться, но судьба занесла ещё на одну войну. Разведчики – это, наверное, особая группа. Такая весёленькие ребятки все были. Говорят, что ты мотаешься? Я говорю, справки мне надо пойти забрать. Какие справки? Куда демобилизоваться? «Беспроводное радио передало. Мы едем в Японию». Я говорю, так это вы едете, а я еду домой. И тут я отошёл. Куда же я поеду? Надо ехать в Японию. Самое сложное на войне – разведка боем, говорит ветеран. Имитировали атаку, записывали нужные данные о противнике и несли немалые потери. «Это тяжело. А язык это уже было. Не так их много брали, но брали как угодно. И ходили в тыл, на дорогах прихватывали. И самые тяжёлые эти были братья Закопа». За боевые и уже послевоенные трудовые заслуги у Владимира Лаврентьева множество наград. Но главное богатство – семья. Две внучки, две правнучки и два правнука – это главное счастье, признаётся ветеран. Сергей Мирошниченко, Виктория Щетинина, Владимир Трофимович, Дон-24, Ростов-на-Дону.